А у бойцов-участников спецопераций на Украине хлопоты другие. Пока наши вооруженные силы самоотверженно движутся вперед и выполняют поставленные перед ними задачи, небезразличные люди на гражданке также стараются всеми силами приблизить победу. Один из них – адвокат из Мурманска Андрей Янович. Он собирает посылки для фронта с необходимыми бойцам вещами. Старается сделать быть солдат на передовой немного комфортнее. И предлагает присоединиться всем желающим помочь фронту. Быт бойца полон тягостей и лишений. Особенно в поле, на передовой, во время активного ведения боевых действий. Армия России снабжает своих солдат всем необходимым для выполнения поставленных задач. Но во время боестолкновений возможны любые неожиданности. Шальной снаряд может попасть в окоп, в котором боец хранит рюкзак. Оставить солдата без личных вещей, делающих жизнь чуть более сносной и комфортной. Так случилось и со знакомым Андреем Яновичем. Сам участник спецоперации не пострадал. Но вот его вещи и рюкзак восстановлению уже не подлежали. Потихоньку стал собирать. Когда случилась вот эта беда, потому что там на передовой нет ни магазина, ни супермаркета, ни Азона, ни Вайлдбейс. И стал потихоньку собирать все необходимое для своего знакомого. Ну и параллельно, так как он не один, чтобы порадовать бойцов, стал консультироваться с людьми, которые в данный момент выполняют свои боевые задачи. И с теми ветеранами, которые прошли ни одну спецоперацию. Тактические очки, рюкзаки, индивидуальные медпакеты, наколенники, разгрузки, бронежилеты и даже удобные носки. Все это помогает бойцам на передовой качественно и быстро делать свою работу. Отдельная статья – современная электроника. Квадрокоптеры, которые помогают вести разведку, тепловизоры и рации. Немного средств связи, вот, немного, ну, так называемых бытовых вещей, там, чай, кофе, вот, ну, гейзерные кофеварки, вот, там, разные такие мелочи, вот, из медицины, как бы, из медицины, там, противопростудные, там, немного антибиотиков, потом, вот, ну, есть такие вещи, например, которые, там, ну, те же самые перевязочные пакеты. Любая посылка для бойцов – это радость. Главное, говорит Андрей, чтобы ребята на передовой понимали, что они не одни, что за их трудной, опасной работой наблюдает огромная страна, что их всеми силами поддерживают, гордятся ими и ждут дома. Это знание, подкрепленное не просто словом, но и делом, способно в одночасье поднять боевой дух солдата. Наш друг Андрей из Мурманска, адвокат. Ему огромнейший привет, вот, ему огромное спасибо. Каждый раз, когда он нам очень часто присылает посылки, гуманитарную помощь, вот, ребята очень рады, вот, все самое просто необходимое, все бомбовски. Первую посылку Андрей собирал сам. Но много ли может сделать человек в одиночку? Потому привлек друзей, знакомых и просто неравнодушных граждан области, готовых помочь военнослужащим из частей, дислоцированных на территории региона. Благодаря этому отправки из Мурманска стали куда более объемными и частыми. А значит, необходимую поддержку получить сможет больше бойцов. Кому-то такая помощь поможет скрасить солдатский быт, а кому-то и сохранить жизнь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...